добрый день стоят последние дни августа лето прощается с нами а я как ведущая программы проповеди по понедельникам приглашаю вас мои дорогие друзья продолжить размышления о нашей жизни жизни наших родных друзей нашего общества и всего мира в свете божьей любви программа проповеди по понедельникам долго была моей мечтой мне очень хотелось разделить с людьми ту ясность понимания современных событий в моей семье и в мире которую я сама получала размышляя над словом нашего духовного наставника богослова пастора абая который учит нас во всем повседневной жизни в быту на работе на отдыхе видеть родительство бога и программа проповеди по понедельникам вышла свет где-то восемь лет тому назад после того как однажды утром понедельник я услышала внутренний голос как четкое божье повеление делать фильмы по воскресным проповедям пастора бая а до этого я хотела просто их написать написать и опубликовать трудись сказано мне было как простой рабочий который отрабатывать от работа в смену спокойно идет домой вот для этого труда бог дал мне время я вышла на инвалидность бельгии получить бельгии инвалидность это чудо после нескольких лет работ социальной уборщицей это чудо не было предоставлено я не только сохранила мою подвижность но и имела возможность делать духовную работу то есть писать эти фильмы писать книгу вот ронни поверил моим словам ронни мой муж пастор миссионер бельгии он ученик пастора бая и он серьезно взялся за выполнение этого поручения меня зовут лена я ведущая программы проповеди по понедельникам и сегодня я предлагаю вместе с вами мои дорогие друзья поразмышлять над проповедью пастора бая прочитаны по книге ездры сразу по трем главам 4 5 6 так как в этих главах раскрывается один сюжет борьба за строительство дома божия сколько лет шло строительство храма спросил один наш брат который во всем любил и любит и будет любить точность давайте считать предложил пастора бай и стал приводить какие-то даты каких-то событий до нашей эры что для меня всегда очень сложно даже невыполнимо поэтому я говорю вам только выводы которые в заключении сделал пастора бай заключение этого лета исчисления основатель персидской эры царь кир 2 является и освободителем божьего народа он повелел иудеям выйти из плена идти в иудею и строить храм божий в иерусалиме на месте прежнего это было примерно пятьсот тридцать первом году до нашей эры и придари первым храм пятьсот шестнадцатом году до нашей эры был построен то есть постройка храма длилась примерно 16 лет но были построены восстановлены только храмовые постройки которые были необходимы для проведения богослужения в эти главах ездра как первосвященник приводит показательный документ что строительство храма встречала противодействие со стороны народов заселивших иудеев за 70 лет нахождения еврея в плену но эти документы представляют представлялись первосвященником ездрой не хронологической последовательности а мы видим что в этих главах хронология событий не соблюдается то есть есть не хронологическая а логическая последовательность в цитируемых ездрой документов которые проясняет одну тему тему противодействия постройки божьего храма иерусалиме ездра цитирует те документы которые ему удалось отыскать хотя уже храм иерусалиме был построен стены вокруг иерусалима тоже и проблема на этом не закончилась а проблема оставалась по-прежнему актуальной и в чем здесь логика ездра берет как наглядный пример события которые имели место при строительстве храма чтобы показать своим современникам что божье дело такое как строительство храма и постройка стен вокруг иерусалима встречала противодействие со стороны соседских с иудеем народов чувствуется подтасовка событий со стороны пророка ездры чувствуется комментаторы мягко говорят что в этом проявлено логическая последовательность не хронологическая а логическая последовательность где ездра документально подтверждает противодействие соседских с иудеем народов во время постройки храма чтобы лучше показать это противодействие и решить уже проблемы насущные евреи могли с большей легкостью которые встречаются там где божий народ соседствует с народом языческим такое противодействие отражалось переписки окружающих народов персидскими царями в этой переписки самаритяне просят царя остановить работы по восстановлению храма и вот именно вот эту переписку обнародовал первосвященник ездры по периодике исторических событий после персидского царя кира второго империя правит царь комбис он жестоко подавляет восстание в египте и по дороге домой умирает мы знаем что иудея располагалась рядом с египтом царь комбис жестоко подавил восстание египтян и это было использовано соседскими с иудеями народами для того чтобы напугать комбиза персидский царь комбис прочитал это послание напугался решив что если храм будет восстановлен евреи почувствуют силу и тоже восстанут как восстал египет и это одна из возможных причин имеющие не духовную а политическую аргументацию по которой комбис перед смертью приостановил работы иудеев по восстановлению храма глава 4 стих 14 так как мы едим соль от дворца царского и ущерб для царя не можем видеть поэтому мы посылаем донесение к царю пусть поищет в памятной книге отцов твоих и найдешь книги памятной и узнаешь что город сей город мятежный и вредная для царей и областей и что от падения бывали в этом издавна за что город сей и опустошён посему мы уведомляем царя что если город сей будет достроен и стены его доделаны то после этого не будет у тебя владения за рекой ездра собирает переписку сразу трех персидских царей и радария эртаксерка чтобы опираясь на этих царей евреи могли противостоять заявлением подобным заявлениям тех народов которых возмущает восстановление иерусалима и храма и служения в храме то есть апеллировать персидским царям ссылаясь на повеление этих великих царей для того чтобы укрепить иудею как провинцию персии и восстановить божий уклад жизни самой иудеи эти цари были серьезными авторитетами на тот момент а для наших современников имена этих царей ничего не значит чуть ли не какие-то мифические цари а в то время как только начнешь к этим царям апеллировать то тебя останут все недоброжелатели на даре оказало влияние решение кира построить храм иерусалиме что кир дал не только добро на постройку храма но и поддержал евреев этом строительстве и царя дария послушались самаритянские областные начальники и отступили от иудеи первосвященник ездра сам не был участником событий постройки храма он описывает события постройки храма как историк перемешивая их он активно участвует не в строительстве храма и стен а в восстановлении самого общества израиля и отношения этого общества израиля соседскими народами согласно библии ездра пребывает в иерусалим седьмом году до начала царствования персидского царя артаксерка и рассказывает о событиях которые произошли в пятьсот пятнадцатом году до нашей эры поэтому он не увидел старого документа как было приостановлено постройка храма а только оперирует к самому свежему в историческом плане документу чтобы сказать видите этот заверенный документ который был написан соседями иудеи артаксерку свидетельствует что самаритяне пытались помешать строительству храма и стен вокруг иерусалима и этот документ из прошлого показывают проблему у иудеев настоящим вот только здесь исторических нюансов ядра не являлся участниками очевидцем строительства храма но он пытался живо описать древнюю историю которую он видит наука история древняя греция отец истории как науки геродот четвертом веке до нашей эры говорит что только опрос очевидцев за документированной рукописно является историей а все рассказы о том что где-то когда-то что-то произошло это все не история а скорее сплетни разговоры которые мне цены научной истории а до геродота в древности понятие истории базировалась на устных преданиях от отцов к сыну на что греки сказали что это не история а просто легенды ядра используют для истории божьего народа иудеи документы как аргумент который может быть и не совпадает по датам но по пылу и жару документально зафиксированных событий подтверждает что и в прошлом строительство храма и стен шло сильным противодействием со стороны народов проживающих по соседству с иудеи язычников для нас это подтасовка а для древних свидетельство если враг так сегодня говорит то он и раньше то же самое говорил и было такое мнение о важности постройки этого храма здесь есть говорит пастор оба и последовательность исполнения божьих планов чтобы все происходило согласно писанию это видно только со стороны веков что именно постройка храма и служение в храме укрепление стен вокруг иерусалима имели историческое значение для всего божьего народа чтобы через 500 лет в иерусалим пришел иисус христос и проповедовал в действующем храме как в доме отца своего первое опорное событие что иудеи отказались от помощи самаритян они этим самым объявили что самаритяне не являются истинными поклонниками бога это первое событие которое описывается в начале четвертой главы второе это основной сюжет что евреи решают религиозные проблемы на уровне императора на уровне власти языческой самаритяне жалуются к императору на иудеев как иудей на самаритян император решает проблему этих двух сторон есть здесь два ключа первый это желание иудеев строить храм а второй согласие императора или запретить или разрешить строительство храм на это надо обратить наше внимание говорит пастор абай первый ключ к истории восстановления храма иерусалимы это четвертый стих и услышали враги иудеи и бениамина что возвратившиеся из плена строят храм господу богу израилю и пришли они к зоровавелю и главам поколений и сказали им будем мы строить с вами потому что мы как и вы прибегаем к богу вашему и мы приносим жертвы одней асардана царя сирийского который перевел нас сюда сказал им за рававель иисус и прочие главы поколений израильских не строить вам вместе с нами дом нашему богу мы одни будем строить дом богу богу израилю как повелел нам царь кир царь персидский весь конфликт происходит здесь если бы евреи сказали давайте вместе будем строить храм божий что у нас один бог и тогда бы никто против постройки божьего дома не возражал и не было бы жалобных обращений на евреев персидским сарям но за рававели иисус главы поколений израильские сказали нет тут мы видим что в принципе во втором стихе написано то почему они отказали там написано что мы приносим жертву одней асардана когда сирийский царь нас сюда перевел самаритяне признают что не является евреями по крови а то что не верит богу израиля и ему приносят жертвы некоторые раввины говорят что иудеи не тот кто иудеи по национальности а тот кто принял иудаизм с этой точки зрения можно сказать что те иудеи которые возвратились из прена тоже не иудеи но в этой главе мы читаем что сами иудеи говорят самаритянам что вы не иудеи иудеи мы не знаем на тот момент что эти народы заселившие земли израиля приносили жертвы идолам или нет ведь когда они переселились в земли иудеи то служили своим идолам но когда их стали поедать звери то им прислали левитов которые научили их поклоняться богу израиля поначалу после переселения они приняли бога израиля как еще одного бога на момент когда ездра приходит в иерусалим нам самим неизвестно очистились ли самаритяне то есть эти народы от поклонения своим идолам или они продолжали быть идолопоклонниками и одновременно поклонниками бога израиля если это так то понятно почему прозвучало резкое заявление за рававеля иисуса что вы не можете строить с нами божий дом так как вы идолопоклонники может быть недружелюбная встреча народов заселивших иудеи к тем иудеям которые вернулись на родную землю показала евреям что самаритяне не могут быть истинным божьим народом понятно что народ враждебно относящийся к божьему народу который бог наказал пленением а потом с милости велся и вернул на родину нельзя признать божьим народом по духу и с теми кто поклоняется другим богам вообще нельзя строить божий храм давайте рассмотрим и другой вариант говорит пастор абай если мы самаритяне встретили возвратившихся из вавилона евреев как истинных владельцев этой земли получены им наследство от бога и сказали что мы будем у вас учиться будьте нашими учителями то есть вероятность что священники приняли бы их в иудаизм если бы они были готовы слушаться иудеев и жить по их постановлениям но мы видим что самаритяне встретили возвращение евреев из вавилона не дружелюбно а значит у них было свое отдельное мнение и они не собирались почитать бога и жить по заповедям бога как это приписывал для своего народа бог через моисея получается если сейчас нет единства в самом начале то и в будущем ждать единства не приходится не будет в такой объединенной религии святости перед богом израиля возможно этих народов заселивших иудеев были еще какие-то грехи которых мы не знаем ведь к ним прислали левитов и северного израиля а северный израиль и так был и да и дала поклонникам он поклонялся богу израиля но поклонялся ему через идолов через тельцов даже если у этих народов вера была бы чистая как у северного израиля даже тогда нельзя было принять их помощь постройки святая святых постройки храма три такие аргумента по которым евреи восстанавливающий храм и стены сразу же отвергли помощь своих соседей чистоту веры такие соседи не могли принести они могли загрязнить чистоту веры божьего народа и евреи понимающий что бог наказал их лишением государственности царства за идолопоклонство не хотели повторения этого наказания они только что вышли из вавилонского плена и знают как это жить в изгнании иудея пошла на конфликт сознательно потому что иудеи боялись бога больше чем своих соседей был задан вопрос о современном израиле сейчас в израиле нет такой дилеммы израиль это сейчас светское государство которое учитывает религиозные проблемы как одну из проблем если ты переезжаешь в израиль то прежде всего учитывается твоя религиозность чтобы не заострять и без того острый межрелигиозный вопрос в обществе и был задан вопрос почему храм иерусалиме не восстанавливается храм в иерусалиме не восстанавливают из светских соображений потому что это может привести к конфликту в стране евреям запрещено подходить к святыне мусульманской это светское решение чтобы не допустить конфликта если бы язычники строили божий храм то они могли бы сказать потом как мы строили этот храм то мы имеем право менять и богослужения в нем это уже четвертая причина по которой было отказано соседним народом строить божий храм есть в иерусалиме кварталы арабские отдельно квартали кварталы еврейские чтобы максимально избегать какие-то конфликты в обществе и был задан вопрос о иисусе христе и добрым самаритянина для апостолов был шок бог принимает самаритян иисус приводит пример евреям веру самаритянина а до прихода иисуса евреи должны были сохранить чистоту веры служение в храме чтобы пришел мессия приходит иисус христос господь и приносит евангелие уже не только евреям но и всем народом ибо иисус как божий сын как человек как родословный еврей был силе принять другие народы под божье покровительство чтобы привести их богу через свою жертву евангелие разрешает проблему этого конфликта где иисус ставит в пример доброго самаритянина который поступил как этого хотел бы бог он помог бедняги а иудеи прошли мимо него мимо страдающего и не поступили добродетельно иисус говорит что бог будет судить по поступкам людей они под национальным признакам дух сходит на самаритян по проповеди апостола для апостолов это было шоком что бог принимает самаритян то есть бог говорит что теперь разница в буквальном исполнении закона пропадает если человек верит христа и поступает по заповеди христа добродетельно и по любви к богу поступает и к человеку и к самому себе то этого достаточно чтобы бог принял его как божьего сына и открыл для него вход в жизнь вечную в божьем царстве вот такое божье разрешение этого конфликта который описывается в книге ездра придет уже через 500 лет и это разрешение придет во христе но до этого времени ветки завет продолжается буквально исполнение ветхого завета требуется а самаритяне они не могут буквально исполнять закон моисея поэтому они противостоят евреям в их божьем служении вот такая жесткая категоричная позиция идеев нас может смущать сегодня мы настроены больше обращать внимание на то какие мы люди они на наши религиозные или национальные особенности но для древности это было хорошо когда люди строго придерживаются своих культурных и религиозных традиций культурные и религиозные традиции евреев определялись законом моисея исполнение этого закона требовал от них бог от своего народа именно за неисполнение божьего повеления бог провел свой народ через вавилонский плен бог требовал от евреев четкого исполнения закона который давал чистоту веры в ожидании прихода мессии учиться у ездры можно тому чтобы строго соблюдать нашу веру но при этом стараться строить хорошие отношения с нашими близкими соседями и как самый крайний случай если наше старание соблюдать миролюбие тщетно то нам предстоит терпеть этот конфликт какой был у евреев и самаритян как евреи пошли на конфликт соседями ради истины то есть где-то придется и обидеть соседа если по-другому у нас не получается но в целом мы должны строить наши отношения с соседями не на религиозных отношениях а на добродетельных мирских и на человеческих светское государство строит отношения между гражданами на основаниях экономических культурных социальных устоев и традиций для государства не важно какой-то религии а важно чтобы ты добросовестно работу платил налоги трудился для общества не производил смуты не совершал преступления а соблюдал законодательство того государства где ты живешь чтобы жил мирно богател и приносил богатство государству а в этих главах мы видим что между народами отношение строится на основании религиозном это древняя позиция наше время мы не можем полностью принять такую древнюю традицию светском обществе мы должны занимать толерантную позицию если говорить о современности то религия рассматривается как отдельная культура народности настоящее время она цена для общества она уникальна и ее надо уважать ты уважай мою религию я буду уважать твою религию теперь религия не причина чтобы мы ссорились а возможность учиться уважать религиозный выбор другого человека как и уважать его свободу выбора эту свободу мы не заслужили эту свободу дал нам бог и он не хочет чтобы мы шли к нему из-под палки по принуждению или из-за корыстных целей хотя мы можем очень стараться но у нас не примет как своих детей поэтому нам надо самим определиться и сделать выбор возлюбить бога всем сердцем всей душой всем разумом своим всеми своими силами и жить в мире со всеми ожидая когда во всей своей славе придет иисус христос если мы встречаемся с человеком другой религии то надо признать его выбор сказать молодец ты свою традицию поддерживаешь а я свою мы можем говорить на эту тему но не спорить наша убежденность правоте нашей веры не должна приносить вражду так строится современные отношения конфликты в этих главах уже решаются на основе документа и писем что самое главное наглядно представлено в этих главах и пастор оба и дело заключения изменились отношения евреев с богом в этой главе мы ясно видим что изменились отношения евреев с богом если раньше богу помолился взял оружие в руки пошел воевать как делала иудея раньше то теперь так поступать нельзя было царство израиля а теперь она утеряна бог лишил свой народ царство теперь царство передано язычникам теперь они решают судьбу божьего народа как и нашу с вами братья христиане решают судьбу власти светские в этих главах мы видим что язычники которые живут по соседству с иудей обращаются к императору как и евреи но уже с божьей помощью тоже обращаются к императору по книге даниила говорит пастор оба я вам уже говорил что бог уже не напрямую решают проблемы божьего народа а через языческих императоров растителей даже ангел с посланием к даниилу не мог напрямую прийти к нему а ждал разрешение у ангела персидского императора поменялись отношения между богом и людьми между божьим народом и другими народами и до сегодня они остаются такими же теперь евреи не могут решать свои проблемы бог лишил их этих полномочий лишил их привилегий это право отдал решать языческим царям то есть судьбу божьего народа теперь решает языческие цари в пятой главе говорится что пророки захария и авдии говорят божьему народу от имени бога идите стройте храм они не говорят стройте и воюйте против наших соседей и бог вам поможет нет они просто говорят живите с соседями в мире и стройте храм раньше это было во времена царей а теперь наоборот бог говорит у вас есть другие законы законы светского государства или языческого государства слушайтесь постановление царя ибо я стою за каждым из них стройте храм а что делать если языческие цари запрещают строить храм и бог говорит думайте как вам поступить вспомните это он обращается к евреям в эти главах что на самом деле великий царь кир вам разрешил строить храм и пользуйтесь этим разрешением доказывайте правомощность своих действий административными решениями играйте тоже с языческими царями и если один царь разрешил а другой запретил то апеллируйте к тому кто хоть умер но разрешил как более важный и великий бог сам втягивает народы в политические игры бог напрямую не решает но говорит решайте сами ваши проблемы с языческими царями меня самого это удивляет говорит пастор абай но бог так решил ибо божий народ потерял то время когда бог напрямую мог решать проблемы своего народа теперь наше время выживать языческие цари будут решать наши проблемы они будут заботиться о нас потому и нам как и евреям строящим храм надо выставлять себя с хорошей стороны не надо быть бунтовщиком нам с вами надо уметь защищать себя и свои права языческий царь он хоть и правитель но бог выше царя богу было угодно чтобы возвратились евреи в иудеи и строили храм и царь дает такое повеление хотя император и в какой-то момент уже другой император запретил строить храм но евреям положено вспомнить что другой царь предыдущий более великий разрешил усложнились отношения между богом и божьим народом мы живем в это время когда утвердилась многоступенчатость отношений между божьим народом и богом эти отношения включают себя отношения как с языческим царем так и с языческими народами такая эпоха наступила я думаю говорит пастор абай что плюс этой эпохи что народ божий должен относиться к окружающим народом на вы то есть строить с любым народом уважительные отношения а не говорить с ним с позиции силы господь иисус говорит к нам в этих трудных условиях учитесь проявлять любовь к своему врагу раньше можно было в ближнем увидеть бога если ты даешь займы нищему то ты даешь богу здесь под нищим подразумевался 2 еврей если ты помогаешь еврею то помогаешь самому богу если пришел иноземец твою землю то ты можешь помочь ему а с другим строить далеко идущие отношения ни к чему то теперь наступила новая эпоха когда приходится строить долгосрочные отношения с людьми другой религии другой культуры и нам приходится научиться любить и уважать людей другой национальности другой культуры и строить с ними отношения так чтобы между нами был мир евреи во времена ездры строит отношения с императором и они могли жить с соседями в мире евреи апеллировали к киру в письме к дарию дарий приказал самаритянам не мешать евреям а помогать им евреи решили свои проблемы соседи стали с ними дружелюбны и стали хорошо к ним относиться евреи построили храм не было войны конечно на психологическом уровне проблемы так и не решилась мы видим что эти конфликты будут продолжаться и далее но они будут решаться за счет решения императора апелляция к третьей стороны это новая цивилизационная культура когда решение конфликта за счет третьей стороны принимая примеряет враждующих между собой у соседей обычно возникают конфликты и третья сторона разрешает их силой закона ли силу армии ли и соседи между собой могут нормально жить дальше так строится современные международные отношения когда сильные государства ушли в сторону то вот например на кавказе к сожалению начались междоусобные войны наше светское государство имеет задачу создать мир в стране где много религий и культур и государство выступает как третья сторона которая при этом должна быть сильной если в стране религиозные конфликты то государство будет эти конфликты решать на уровне законодательства или на уровне силовых структур то есть не на религиозной основе а на основе светского государства если нарушил закон и сделал преступление то на тебя подадут суд модель общества по книге ездра сохраняется и на сегодняшний день поэтому нам надо научиться строить добрососедские отношения с народами другой нации или религии его надо любить по-христиански народах не умирает многовековая традиция соперничества но у нас есть третья сторона это государство как третийный судья и его надо любить тоже вместо проблемы видеть добродетели другого человека и любить то государство где мы живем наступила эпоха когда все народы мира могут прославить бога через святость в иисусе христе с богом мои дорогие друзья Thank you Thank you Продолжение следует...